Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. 15.05 в Москве. И в это время мы с вами пристально, пристально, пристально смотрим по сторонам, что же делается на так называемых организованных финансовых площадках. Собственно, основная тема нашей ежедневной программы. Темы сегодняшнего эфира «Звивающиеся рынки стремительно теряют доверие инвесторов». Ну, кстати, несмотря на то, что мы заранее каким-то образом планируем темы, по сути, да, что называется, как в воду смотрели, учитывая последние события на Востоке, в частности, в Индии, в Индонезии, что происходит там. Об этом поговорим, об этом и о многом другом. Итак, прежде всего я представляю гостей сегодня в студии «Сухого остатка» Сергей Мурафер, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Агана». Добрый день, Сергей. Добрый день. И в студии «Сухого остатка» Михаил Федоров, аналитик «Вектор Секьюритис». Добрый день, Михаил. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями, либо напишите нам на сайте, адрес которого finam.fm. Начиная ежедневный эфир, мы прежде всего смотрим на то, что происходит в моменте. Итак, картина маслом. 1506 в Москве. Что же делается на этих самых финансовых рынках? Ну, начнем опять со вчерашнего закрытия Америки. Мы, кстати, поговорим о том, что вчера в американской сессии происходило. И закрытие следующее. В отрицательной территории индикаторы американские закрылись. Полпроцента потерял S&P 500, 0,7% Dow Jones и 0,3% Nasdaq. Азиатская торговая сессия тоже в минусе. Nikkei минус 0,4%, Shanghai Composite 0,2%. Ну, а Европа сегодня как-то воспряла духом. Может быть, даже и непонятно почему. Да нет, консолидация просто продолжается. Консолидация, хорошо. Как Михаил сказал, продолжается консолидация. Итак, FTSE 100, 0,7% в плюсе. И индикатор российского рынка также сегодня выглядит оптимистично. 0,4% прибавляет РТС и 0,8% ММВБ. Рубль продолжает слабеть против доллара и евро. Что называется в тренде. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent. 109 долларов 80 центов стоит бочка этого сорта. 104,30 стоит бочка Light Sweet. Золото продолжает, ну, тоже, наверное, консолидироваться в неком диапазоне. Сейчас одна тройская унция металла стоит 1367 долларов. Ну, и далее Форекс. Евро-доллар 1,33 не удержался, да. Я так понимаю. Посмотрим, конечно, как закроется завтра рынок. Но, тем не менее, пробой 1,34. В очередной раз мы пока, да, пока не можем констатировать. Не удержался он выше 34 фигуры и снижается активно. Это делает, собственно, практически все валюты против доллара США. И британский фунт стерлингов, и японская иена. Ну, про австралийский, но зеландец доллар я уже помалкиваю. У них поводов гораздо больше для снижения. И смотрим на котировки российских акций. Набор голубых фишек сегодня позитивно смотрится. Кроме лишь 1,5% в минусе Аэрофлот и 0,6% акций МТС. Остальные все растут. В частности, ВТМБ полпроцента. Газпром чуть больше процента. Норникель полтора процента. Сбербанк еще, я смотрю, 0,8%. Ну, да, Роснефть почти полтора процента. НЛМК-2 с лишним. В общем, все неплохо выглядит все же, да, Миш? Ну, а мы никуда не ушли с летних... Ну, подожди, давай мы начнем с того, что... Мы там же. Ты смотришь, да, с высоты птичьего полета. А если... А как еще смотреть, Сергей? Ну, правильно, чтобы сильно не заморачиваться. Я не думаю, что гоняться за мелкими движениями нужно вообще сейчас. Это дело спекулянтов, это надо изучать теханализ тогда. Больше. Ну, согласен с тобой. Поэтому в определенной степени надо смотреть с высоты птичьего полета. Ну, в этом случае, вот тогда, исходя из твоего мнения, да, и смотреть с высоты птичьего полета, то есть инвесторским взглядом, если смотреть, то рынок Российской Федерации не представляет интереса, потому что... Нет, он представляет интереса, но просто он лежит на боку, он лежит с мая на боку. Ну, пока какого-то события такого, которое мог бы его сдвинуть туда или сюда. Поднять его сбоку. Поднять его сбоку. Или уронить сбоку, пока его нету. Все очень зыбко пока. Ну, да ладно, Сереж, давайте вернемся мы, тем не менее, к событиям недавним, ну, и в частности вчерашним. Мы анонсировали это задолго до, опять ловлю себя на мысли, да, что все время, вот мы, ну, если не каждый день, то раз в неделю, то уж точно, да, вектор себе некий. Определяем, в смысле, события, да, макроэкономические, и говорим, вот сейчас придет волшебный день, среда, опубликуются, да, протоколы, и все, и жизнь станет понятна, сразу будет ясно, куда надо идти, чего надо делать. Произошло это вчера? Да нет, конечно. И не могло и быть, да? Этого не могло и быть, так же, как сейчас, может быть, начнут следующего события ждать, вот, случится эта встреча в Джексон Хоуле, или там встреча 20-ки в сентябре, и будет счастье, не будет, потому что... Ну, подожди, а заседание Федрезерва 18-19, может быть, будет счастье? Заседание Федрезерва, ну, может быть, может быть, хотя... Счастье для Федрезерва. Для Федрезерва, может быть, будет счастье, может быть, нет, но вот от этих протоколов особо, наверное, ничего не ждали. Ну, нагнеталась какая-то нервозность, продажи, волатильность. Причем сознательно, да? Последние недели. Ну, да, не без этого. Ну, смотрите, вот, если... Понимаете, цели, которые Бернанке обозначил нам по безработице, по инфляции, по GDP, мы их еще не достигли. И достигли мы их к концу года, ну, вряд ли. С другой стороны, поправлять как-то надо и баланс. Поэтому эта тема возникла, что не пора ли нам сворачиваться. Вот, все эти вот признаки роста, там, что в Америке, ну, и дальше там, посмотрите, пока это все настолько зыбко и настолько чахло, что какого-то серьезного сокращения в сентябре к УЕ на основании вот таких фундаментальных вещей, ну, на мой взгляд, ждать не приходится. Ну, понятно. Ну, может, тогда и действительно опрасны эти разговоры, которые мы периодически и очень часто достаточно уже слушаем, слушаем вокруг того, что вот будем сворачивать, не будем сворачивать. Надо быть ко всему готовым, надо все посчитать, надо все обсудить. Да, подготовка такая психологическая. Люди должны держать руку на пульсе. Да, согласен, согласен. Миш, ты наверняка следил же вчера за... Да, да, ну, ФРС, я думаю, специально делать вербальные интервенции, остановить КУЕ не в состоянии, это как бы не в его силах, потому что, ну, посмотреть на доходности десятилетней американские, у них 2,8. Как нули вчера, да. Нет, они вообще взлетели с весны на процент, грубо говоря, да. Любой, ну, как бы любой рост доходности, это обременение бюджета Соединенных Штатов, да. Тем более, что лимит по потолку они уже достигли 17 мая, ну, вернее, он был заново установлен, да. И, соответственно, скажем так, любой рост доходности, это сокращение бюджета. То есть, если раньше можно было просто больше занять, сейчас они... Совершенно верно, под меньший процент, а сейчас наоборот. Любой рост доходности, это удар по бюджету США, поэтому, скажем так, если ФРС сейчас остановит КУЕ, то доходности, наверное, еще больше улетят, потому что, скажем так, в трыжах сейчас наблюдается чистый отток денег. Просто вот люди покупали сколько, там, если посмотреть с 2008-2009 года, долг увеличился на 6 триллионов, это кто-то купил, да, и, скажем так, просто волна фикса, если третий из этого начнет продавать. Извини, пожалуйста, ты как человек знающий, я не совсем, может быть, так понимаю вот эти вот корреляции, что называется. Ну, если задам тебе оборот, представь свою точку зрения. Вот у нас есть там, условно, рынок акций, рынок облигаций, ну, про Штаты говорим, да. Ну, и традиционно мы как говорим, вот есть интерес к рынку акций, да, к рисковым активам. Ну, соответственно, да, мы видим исток средств, да, с рынка облигаций, они все идут с возможностью что-то заработать. Если такой возможности не появляется у инвесторов, да, он говорит, надо тогда идти в надежные фикс-тынки, так называемые, да. И мы видим падение доходности и рост спроса на долговые бумаги. А сейчас вот что происходит? Сейчас вроде и рынок акций растет, да, и доходности прирастают. Вот это не парадокс, если я так понимаю. Это парадокс, потому что само понятие понимания ухода качества, да, которое вот мы сейчас, там было десятилетие, да, оно чуть-чуть видоизменилось на текущий момент, вот на мой взгляд. Сейчас, наверное, уход в качестве больше имеет региональное. Да, да, где качество-то это, потому что, смотрите, уходят деньги, если опять по доходностям смотреть, да, тех же три жирей, уходят деньги с рынка долгового, и мы смотрим коррекции, ну, мало-мало, но тем не менее, вчера опять в минус в степи закрылся. И уходят деньги, куда они уходят-то? Ну, долговые... Из США они уходят. Из США все-таки. Во-во. И, кстати, сейчас мы уже не успеем об этом поговорить, я бы, может быть, логично, да, плавно хотел бы перевести разговор, вот то, что происходит сейчас. А можно я договорю? Давай. Просто вот ФРС в данном случае, по протоколам, почему не стоило было ждать ничего, да, потому что ФРС, я думаю, сам ждет сентябрьских, октябрьских или, может, ноябрьских баталий, да, по поводу лимита по толку. И уже на основе этого будет принимать какое-то решение. Хорошо, прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Сергей Мурафер, начальник аналитического отдела, управляющий компанией Агана, и Михаил Федоров, аналитик Вектор Секьюритис. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, как всегда в это время. Телефон студии 6510996, код москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, вернемся до новостей. Значит, мы с вами поговорили о ситуации на развитых рынках, на рынке США. Ну, бог с ним, с протоколами, ничего нового они не принесли, кроме нервов очередных. И, как Миша говорит, не ждали мы от них ничего. Ну, кто-то ждал, кто-то не ждал. Кто-то ждал, кто-то не ждал. Ну, это временно, потому что там нахмурили брови, предыдущие протоколы. Так совпало. Меньше нахмуривали брови, да, насчет того, что успокоили, что будет продолжаться. Сейчас, скажем так, это уже тактические такие моменты протоколы вышли, скажем так, с определенными намеками, что какие-то там люди возмущаются. Ну, то есть, больше того, что... Сказа опять была, да? Далее в этом году, позднее в этом году. Будем сокращать программу позднее в этом году. Ну, это все детали, это все слова, это не те. Никто не знает, конечно. И можешь себя поддержать. Поэтому временно доллар и... Миша, нравится мне очень метафоры твои, да? То есть, я смотрю в протоколы и вижу, как там нахмурили брови. Ну, доллар сейчас, я думаю, взял после протоколов временную, скажем так, силу получил. Но это, скажем так, не остановит отток денег из Соединенных Штатов, не остановит доходности пока что. Соответственно, я думаю, не нужно думать о том, что, скажем так, доллар от этого вот получит какой-то запал сейчас на долгое время. И вот то, что евро-доллар, да, 34. Ну, 34 это уровень такой старый, тут независимо от протоколов он здесь... Ну, да, но мы еще будем. Туда-сюда, да, туда-сюда. Просто деньги из США выходят, из Европы деньги уже не выходят. Ну, давай вот, да, по поводу денег. Где деньги, в конце концов? Да, мы до этого все время говорили. Развивающие рынки неинтересны, развивающиеся рынки неинтересны, Европа не очень интересна, Китай тоже под вопросом, куда все деньги идут? И все в Штаты. И вот они прут, и прут, и прут, и прут. А сейчас из Штатов деньги уже. Да, и они просто, скажем так, вот куда они уходят, пока не совсем понятно, да? То есть, если это, наверное, исследование проводить, куда конкретно уходят деньги из Соединенных Штатов, да, вот структурно. Но понятно, что из Европы капитал уже не бежит, да, и вот эта сила евро, несмотря на все эти понижения рейтингов, которые были весной там и ранее там, да, вот евро никак не реагирует. Ну, он уперся и все, вот поэтому, скажем так... То есть, ему бы падать, да? Да, он не падал на тех событиях, на которых он должен был падать, да, он проявляет прочность достаточно сильную, капитал из Европы не уходит, соответственно, возможно, он приходит частично в Европу, частично куда-то еще, да, вот, но в Соединенные Штаты он не заходит, самое главное, в текущий момент, он выходит. США сталкиваются с проблемой, которой, там, вот мы говорим, там, отток капитала из России, вот это будет скоро, вероятно, отток актуально для США. Для доллара ничего хорошего в этом нет. Хорошо, о развивающих рынках заговорили, Сереж, вот то, что происходит в Индии сейчас, в Бразилии, да, в Индонезии, обновление, ну, как минимум, по национальным, исторических минимумов, это тоже ведь говорит об оттоке капитала, Индия административно уже, да, принимает меры, чтобы этот капитал не уходил, а реакция инвесторов, вот, падает в фондовый рынок. Ну, я бы это отнес к некоторой инерции и добавлю к словам Миши, что рынки, вот, что мы говорим про Европу, да, они все-таки должны, как правило, обладают неким свойством прогнозирования, то есть, некий лидирующий индикатор. И поэтому уже не будет падать ни евро, ни индексы, потому что второй полугодий, вот, уже по некоторым признакам можно увидеть, что начнется какое-то оживление. И уже все, эта тема отыграна. Типа отпадали уже. Да, да, ну, конечно, мы не можем прогнозировать там намного лет вперед, там мало ли что случится. Думал, этого не делали, ну, хотя бы до конца года, да. Да, мне кажется, сейчас вполне уже начнется такой нормальный рост. Да. И это мы можем говорить и о европейской валюте, прежде всего, да, и о рынках развивающихся стран все же. Да, да, и о нашем, и о бразильском. Ну, с Китаем ситуация более сложная, потому что, да, такое ощущение, что правду про Китай не знает никто. Ну, это понятно, даже сам Китай. Существует Китайское политбюро. Совершенно верно. Но, тем не менее, бог с ней с правдой, потому что мы в очередной раз, да, должны повторить, что правду мы не найдем, а реакция рынка, вот она, да. Сегодня публикуются PMI предварительные, да, от HBC, они 51,1 этого пункта, и все обрадовались этому. Ну, после 47-й. Совершенно верно. Которые вбьющим образом отличались от цифр Национального бюро статистики Китая. Ну, то есть, Миш, Китай может еще начать послаблять политику. У него уже достаточно жесткие условия, ну, в текущий момент. И ему очень, у него очень большой резерв для смягчения политики. Просто огромный. Да, естественно. Ну, не знаю, сейчас вот эти вот все перекредитовки. Ну, это-то да. Ну, вообще, как бы, мое мнение, да, что Китай сейчас находится как Запад, скажем так, в 2003 году. Да, и Китай сейчас может сделать то же самое, что сделал Greenspan в свое время на Западе. То есть, когда подходит цикл кредитования, ну, это естественный процесс вот в Китае, да, они же с 2009 года начали увеличивать потребление, ну, как бы, переориентируют экономику на внутреннее потребление, да, в том числе кредитование. Сейчас прошел вот этот период, 4-5 лет, и начинается, как бы, спад кредитования. Это вполне закономерно. То есть, наелись, да, в какой-то степени. Да, Greenspan свое время что сделал, когда на Западе то же самое произошло. Он решил еще более смягчить политику, чтобы, скажем так, кредитование не падало, а росло еще больше. Вот, Китай и Россия, в принципе, могут это сделать, да, то есть, как бы, ответить на сокращение кредитования, смягчение политики, стимулирование кредитования, и тогда мы взлетим, кредитование еще пойдет дальше. То есть, если у вас есть долги, возьмите еще долги, да, вот по этому принципу. Но это чревато тем, чем обернулся для Запада 2008 год, он же не просто так. Там, скажем, если взять нулевые годы, все радовались, что рост может быть вечным, да, кредиты, как бы, мы печатаем все делать, инфляции нет, и все замечательно, да. На самом деле, в нулевых годах у Запада не было главной фундаментальной подоплеки для роста. В 90-х это был хай-тек, это были новые рынки сбыта, это было освоение новых товаров. В нулевых этого не было. В нулевых все росло за счет... За счет плеча. За счет плеча, да, кредитования. Вот. У Китая есть возможность чуть-чуть навернуть плечо, да, и спасти ситуацию на какое-то время. Но будет ли это делать он или не будет, скорее всего, нет, да, так же, как и Россия. А это может, скажем так, плохо сказаться на экономике. Ну, просто будет циклическое снижение экономики, да, поэтому достаточно сложно сказать, вот нужно сейчас покупать развивающиеся рынки или не нужно, потому что все же не исключено, что вот этот цикл, он ему дадут развиться, и действительно будет цикл спада в Китае, в том числе в России и в других странах, да, которые, как бы, считаются развивающимися рынками, да. Но это не катастрофа, надо понимать, что это не катастрофа, это просто циклическая, это не то, что было там мировой финансовый кризис 2008 года, да, это просто циклический процесс. Вот. Что касается денег, мы и так упали достаточно сильно, то есть и Россия, и Китай, и Индия, да, и насчет того, что оттуда будет вывывать денег, так уже все вывели. Да. По идее, что еще вывели? Совершенно верно. Все вывели, все загоняли год в Штаты, раздули пузырь на СНП-500, этот пузырь уже не может просто так сидеть, да, ему нужно что-то в подпитку кидать, вот этот, либо этот КУЕ, либо чего-то, да, иначе он просто не удерживает. Возможно, варианты. И лоптет, и он от тяжести начинает проседать, отсюда мы видим отток капитала из Соединенных Штатов, да, который, ну, просто уже некуда, банды доходности пошли. Поэтому, как бы, сейчас само качество, как таковое, оно исчезло, получается, да, то есть нету, скажем так, облигации, акции, да, корреляции, есть там западной экономики, не западная экономика. То есть качества нет нигде. С качеством тут у нас вопросы проблемы. Сережа, давайте у нас есть звонок, послушаем его, у нас немножко осталось времени. Владимир, Владимир, слышите нас, добрый день, вы в эфире говорите. Спасибо, здравствуйте. Я хочу поздравить вас, во-первых, с праздником. Спасибо. Вот, всех россиян, потому что именно сегодня Россия обрела, возродила, так сказать, свою самостоятельность и независимость. Независимость, да. Да, вот, и это дало возможность, так сказать, получить новые методы развития, которые мы сегодня живем, которые барахтаем. Ну да, пытаемся, пытаемся. Я хочу вспомнить следующую вещь. Когда я был маленьким, значит, был кризис, о котором почему-то экономисты не вспоминают. Владимир, вы уточните более-менее, да, о каких годах идет речь? Да, 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 да. Значит, это было, значит, начало 60-х годов, значит, капиталистический мир вышел из этой ситуации, то есть Соединенные Штаты, допустим. Они вышли из этой ситуации, потому что они развязали войну во Вьетнаме. Значит, промышленность, соответственно, направили на производство военной техники, возможно, и расходных материалов. Наши из этой ситуации, мы были тогда советские, социалистические, войну не вели, выходили следующим образом. Мы, так сказать, произвели переоценку основных фондов. Моя мама участвовала как раз в этой, так сказать, всесоюзной переписи, переаттестации, если можно так выразиться. Вот, значит, эта переоценка дала нам возможность тоже оттянуть кризис, в котором мы попали, так же, как и Соединенные Штаты. Хотя нас уверяли, что социализм не подвержен кризисным состояниям. Владимир, я прошу прощения, смотрите, 30 секунд у вас осталось за следующих новостей. Задайте вопрос. Алло. Да, да, слушаем вас. У меня вопрос такой, значит, мы, значит, куда девать деньги, вопрос, понимаете? Я считаю, что деньги надо вкладывать в фонды, в основные, в производство, потому что, значит, смотрите, медь, допустим, она окисляется, растворяется и так далее. Значит, требуются кабели, рано или поздно. Далее, железо ржавеет, то же самое, и так далее, все материалы. Вот в развитии вот... Владимира, вот он вспомнил кризис 60-х годов, таким образом, по-разному выходили, да, мировые государства, мировые экономики из этого кризиса. А сейчас вопрос, насколько я понял, Владимира или его мнение по этому поводу, что все деньги надо вкладывать в развитие. Безусловно, надо. Надо, да. Кто же против? Конечно, кто же против, вон те же американцы сейчас объявили политику реиндустриализации, вот тоже это, рост добычи нефти, возврат крупнейшими компаниями производства в Штаты, которые должны дать эффект, по идее, в ближайшие годы. Это способ поднять экономику, почему нет? Ну, то есть мысли верные, да, потому что они не всегда реализуемые. Что же касается этого пузыря сейчас на фондовом рынке, то есть он сейчас выглядит пузырем, но через какое-то время должно встретиться, экономика встретится с фондовым рынком. Ну, как бы, вкладывать в производство, да, вот, как бы, как сказано, это достаточно сложный процесс. Во-первых, нужна концентрация капитала, да. Во-вторых, нужны управореческие кадры, нужны планы, нужно очень много всего. Так, большинству людей это просто недоступно. И также нужны какие-то условия, да, которых может просто не быть. Вопрос, что строить, для чего строить. Просто строить фабрики, чтобы они потом сгнили, тоже бессмысленно, да. Как бы строить отсталые фабрики, тоже бессмысленно. Поэтому это не такой простой вопрос. Если там смотреть на фондовый рынок, скажем так, на производственные мощности, да, то как раз это и есть вложение, по большому счету. Вы покупаете акции, да, вы имеете долю в бизнесе. Да, вы имеете долю в бизнесе. Это, в принципе, то же самое. Покупка акций, это и есть, как бы, вложение в бизнес. Если мы исключим внутридневные какие-то спекуляции, то это, по сути, свои. В принципе, наш рынок, с этой точки зрения, он уже очень привлекательный, да. То есть, если человек хочет покупать, скажем так, не на год, не на полтора и не на полгода, да, вот там 3, 5, там и так далее, то мы очень привлекательны. Цены очень дешевые. Да, вот как бы только единственный вопрос выбора. Потому что нужно понимать, что если шарахнет кризис, то как поведут эти предприятия себя? Вопросы рисков. Да, кто выживет, кто не выживет, кто не доживет до светлых времен. Потому что, однозначно, те компании, которые пройдут там через 10 лет, через все кризисные явления, да, они будут стоить гораздо дороже, чем они сейчас. Потому что, если это можно считать и в пропорциях, в том числе, ну, в смысле, я имею в виду российские компании, которые выживают, да, сколько они стоят сейчас, в булках хлеба, там, или в зарплатах считать, да, компании будут дороже. Ну, это вопрос дискуссионный. Да, вопрос, вопрос, кто из них будет дороже, кто доживет до светлых времен, кто не сделает, там, дополнительную эмиссию акций, да, а кого не затронет, там, я не знаю, какие-то корпоративные войны. Вот вопрос именно в этом. Вопрос еще глобальный, ну, не глобальный, а российской экономики. Вот недавно мне попалось исследование МВФ, одно, они взяли статистику товарных рынков за 350 лет, 1650 года, ну, на все товары, на что им удалось взять. И, в общем-то, вывод оттуда достаточно простой и прискорбный, что экономики, которые занимаются чисто производством сырья, они проигрывают в такой долгосрочной глобальной перспективе, потому что продукты с высокой добавленной стоимостью, они дорожают быстрее, чем товары, несмотря на то, что у нас. Потому что и нефть кончается, вроде и уголь, и то, и все, а тренд-то такой, что выигрывают страны, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, то есть хай-тек и так далее. Вот, условно говоря, если бы там 300 лет назад Индонезия была таким нормальным государством, и она на основе партнерства торговала там пряностями с Португалией, кем бы она сейчас была? Вот той же Индонезии там забитой, потому что сколько стоили пряности там 400 лет назад? И что сейчас мы? Пошли за 3 копейки, купили тоже перед корицей и так далее. Вот этот урок, он должен быть усвоен, потому что... Ну, в том числе, еще помимо, наверное, скажем так, у нас же еще появилась интеллектуальная, скажем так, составляющая в текущем моменте. Хотелось бы, чтобы она росла. Она тоже, как бы, ее тоже можно рассматривать как владение заводами и фабриками, да, и самое главное, это может, это не обанкротиться. Но тут опять же вопрос, какие, скажем так, что нужно покупать, да, нужно ли покупать, я не знаю. Кто-то частоты когда-то покупал там, да, было такое время, да, кто-то там, я не знаю... Поминные имена. Да, патенты покупал. То есть это все имеет определенную ценность, да, если рассматривать, нельзя, скажем так, вот просто вот на одном зацикливаться. Мир достаточно широкий, большой, да, единственная проблема текущего времени, что денег очень много, да, и, скажем так, не все они влезут вот в эти надежные активы, вот. И вопрос капитализма самый главный, это вопрос доходностей, да, потому что жадность. Если смотреть с точки зрения сохранения активов, которые можно купить, вот в том числе простая земля, да, вот купил и все. Через там 20 лет эта земля останется землей, никогда она не денется, да. Людей станет, возможно, еще больше, и, как бы, ценность в пропорциях, она будет гораздо более значимой. Но просто, скажем так, нужно понять... Цель-то. Да, цель. Цель процесса. А так очень много всего, что можно купить. А капиталисту нужна доходность. Вот почему, допустим, капитализм вообще в целом, скажем так, основа его это прибыль, да, земля не дает, вот просто владеть землей, она не дает прибыль, она еще будет обременение давать, надо налог какой-то, даже маленький, надо платить. Вот, и поэтому капитализм и бегает, вот эти капиталы от, там, от одних активов, других активов, да. В поисках прибыли. Да, в поисках тех, скажем так, активов, которые будут генерировать эту прибыль. Если модель развития человечества вообще была бы другой, да, допустим, не во главу угла ставилась бы, там, ставилась не сама прибыль, а, скажем так, создание какого-то баланса, да. Баланса между... Баланс, скажем так, сбалансированного развития, скажем так, было, это более первостепенно, нежели там, извлечение прибыли, это возможно, да, кризисов бы и не было. Возможно, то есть капитализм, он из-за прибыли, он сильно быстро бежит наверх, потом, соответственно, громко падает, потом опять встает и сильно быстро бежит вверх. Балансовое развитие, возможно, оно бы не такое быстрое было. И вот то, что вопрос человек задавал, он говорит, что мы были в Советском Союзе, там, у нас был кризис. Вот как раз социалистический, скажем так, уклад, да. Он ближе к балансу. Он ближе к балансу, но он более медленный, соответственно. Условно говоря, капитализм добежит до... Финиша. До финиша быстрее, он будет падать, вставать, падать, вставать, но он бежит быстрее. Ну да, потому что у него конкретная цель, ясно, ему надо денег заработать. И его падение, скажем так, уровень, на который он упадет в кризисный момент, он может быть гораздо выше, чем, скажем так, социализм может вообще достичь на тот период. Ну, скажем так, кризис на Западе, тот же самый, Великую депрессию, если мы возьмем, да, он уровень, скажем так, развития Запада, то есть мы возьмем товарное исчисление продукты, которые производились именно в кризисный период, они все равно больше, чем, допустим, страны, которые не по этому пути шли в тот момент. Я понял, Миша, привык, у тебя у нас есть еще один звонок, давай послушаем. Александр, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. У меня опять взгляд физика. Давайте. Вы, конечно, знаете, как работает приливная электростанция. Еще раз, какая? Приливная. Приливная. Ну, примерно, да. Вот накатывает прилив от Луны, наполняется верхний водоем, потом все стекает. Вот вы знаете, современная экономика мне чем-то напоминает работу приливной электростанции. Те же самые волны, туда-сюда, колебания. Главное, чтобы регулятор с каждой такой волны имел свой КПД. Понимаете? А если вот аналогию провести, то кто приливами, кто ведает, да, если это говорить о... Так, тот, кто ведает, тот получает КПД. Ага, понятно. Токсизатор на ипподроме 10% организатор имеет. Регулятор на финансовом рынке имеет свои 10%. Все вот эти колебания, если их грамотно использовать, вполне можно погасить любой кризис. Ну, у меня такая аналогия физическая. Понимаете? ФРФ печатает там, отменяет какие-то свои смягчения. Они вполне, заявляя заранее и имея информацию о том, что будет происходить, они могут иметь свой прибыль. Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы с помощью этого механизма, приливного, отливного, гасить вот те противоречия, которые накопились в экономике. Предприниматель будет иметь свои 90%. Он в пределах этих 90% может иметь прибыль и убыток, и потерю. Но 10% с каждой волны будет сниматься. Заходят этого регуляторы? Прекрасно. Мы тогда нормализуем всю эту мировую экономику. Не нормализуем, ну, значит, тупые наши регуляторы. Привет Степану Бимури. Спасибо, Александр, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Ну, согласны, не согласны? В какой-то степени да, но только я... Вопросы не прозвучало. Я примерно понял, скажем так, ответ на все может звучать очень просто. Регулятор сам жадный. Просто. Ну, то есть он, условно говоря, не 10% хочет, да? Да, то есть в данном случае... 90%. Естественно, да. Они регулируют, как умеют. В мире достаточно математично все. Цикличность никто не отменял. Это можно прогнозировать, это можно понимать. Да, но у власти стоят люди, а не роботы. Во-во-во. И у них тоже имеются свои интересы, своя жадность. И мы живем, скажем так, не на планете Земля единой, да? А есть еще конкуренция между государствами, по большому счету. А, кстати, я опять вспоминаю вот твою теорию о балансе, да? Вот здесь сложно говорить о балансе. Ну, смотрите, Запад мог не влететь в кризис, в который он сейчас влетел, да? Если бы он позволил в начале нулевых кризису разрастись более-менее нормально, да? То есть если бы он понял, что дальше расти по 3-4% в год, реальном выражении невозможно. Потому что, скажем так, что такое рост? Скажем так, если мы вспомним книжки по истории, да, то любой экономический рост, да, в таком реальном выражении, он всегда был на определенной технологической базе. То есть вот новые товары появились, что-то новое открыло, да, это можно было осваивать. Экономическая теория, она как бы в цифрах все делает. Вот когда сходится и технический прогресс, и, скажем так, цикл в экономике, то будет замечательный рост. Вот, когда этого схождения нет, начинаются какие-то там телодвижения. Вот в нулевых не было технического прогресса. В 90-х он был, появились компьютеры, появилось очень много товаров. И Запад рос, он рос очень бурными темпами, он получал огромный, скажем так, в процентном отношении рост экономики, но в нулевых он хотел расти дальше, потому что были развивающиеся страны, которые росли, у них была широкая поляна для развития. Если бы Запад тогда, Запад решил, как, условно говоря, если мы сейчас расти будем медленнее, мы проиграем конкуренцию развивающимся странам в плане того, что капитал будет идти туда. Поэтому им нужно было, он туда все же и так пошел, но вот эти пару лишних процентов роста им нужно было в глобальной конкуренции между регионами, скажем так. Политическая целесообразность взяла вверх на здравом смысле в который раз. На здравом, да, на здравом смысле совершенно верно. Так, хорошо, 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 и что у нас тут? А, у нас осталось мало времени, ладно. Значит, смотрите, все же мы с вами сегодня в последней части опять вернемся к ключевому вопросу сегодняшней программы, да, где деньги? Где деньги? Очень бы хотел сказать, используя опять твой термин, в поисках качества, да, где это качество сейчас находится. А вот сейчас шторм, качество нет, ведомо. То есть качество в принципе нет, да? А ничто не может гарантировать то, что вот эта надежность, вот тут можно пересидеть. Мы сейчас входим в зону турбулентности достаточно сильной, да, потому что с одной стороны непонятно, у нас очень сильные инфляционные риски, да, в том числе и рецессия, то есть падение экономики, все это может одновременно навалиться. Я понял, Миша. Значит, давайте сейчас новости еще раз послушаем, потом продолжим это весело. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Последняя часть у нас осталась. Я смотрю на рынок, продолжается все-таки восходящая динамика на наших, как минимум, площадках. Уже РТС больше 60-х и почти процент прибавляет ММВБ. Значит, напомню, ну как всегда мы обсуждаем текущую ситуацию. Вот такой, я бы сказал, ключевой вопрос сегодняшнего эфира, да, где деньги? Я вспоминаю, помните, о Любовь и Голове. А куда деньги делал? А куда деньги делал? Вот пытаемся понять, куда инвестор сейчас смотрит с точки зрения размещения своих капиталов, где то самое качество, да, которое, наверное... Потому что риск сейчас не очень актуален, видимо, да, сложившись экономической ситуацией, да, инвестор ищет качество, сохранение, где оно это качество. Об этом сейчас мы продолжим разговор. Я еще раз напомню, Сереж, значит, в гостях сегодня у меня Сергей Мурафер, начальник экономического отдела, управляющий компанией Агана, и Михаил Федоров, аналитик Vector Securities. Сейчас, по-моему, время такого переосмысления. То есть год мы видели это дикое ралли американское. Все деньги шли туда, всех к этому приучали. Сейчас, на мой взгляд, пришло время подумать, посчитать с калькулятором, насколько соответствуют эти цены. Ну, тем не менее, в буквальном смысле, смотри, рынок акций не привлекает, развивающий рынок не привлекает, облигации тоже, значит, под вопросом. Сейчас вопрос перехода, перехода из Штатов, перехода куда-то. Я предполагаю, что особых вариантов нет, и это будем обратно мы же. Мы же, китайцы и прочие. Потому что, ну, несмотря на то, что Китай там пытается стимулировать внутренний спрос, все равно, по большому счету, все наши экономики остаются экспортоориентированными. Это раз. Второе, что худо-бедная европейская и американская экономика начнет подавать признаки жизни, и, соответственно, это будет стимулировать нас, как людей, завязанных на них. Ну, подожди, нас это имеется в виду российскую экономику. Российскую, в том числе российскую экономику, да. А фондовый рынок занят привлекательно. Почему? Российский фондовый рынок. Потому что, так сказать, альтернатив не будет, что ли? Ну, российский фондовый рынок, как Михаил сказал, он дешев, конечно. Ну, я считаю, все-таки не скажу, что он недооценен. Ну да, он дешевый, но ничто не мешает ему еще провалиться, да? Не мешает, да. Мешает, потому что еще месяц назад обсуждали, что действительно денег-то уже здесь и нет. Они сюда могут только зайти. То есть, выходить они уже не могут, потому что их... Ну, они могут вытряхнуть тех, кто еще остался, в смысле уже российских, условно говоря, резидентов, накошмарив рынок, да, и поставив потом под эти панические продажи свои тазики на покупку, условно говоря. А накошмарить, в принципе, я так понимаю, несложно, скажем так. Вот меня удивило то, что братья мусульмане быстренько заткнулись, быстренько. То есть, по ним стали стрелять. Никогда, скажем так, исламисты вот такие вещи не прощали, да, когда... То есть, мне это странно. То есть, просто, видимо... Но там на одних исламистов нашлись другие исламисты. Нет, скажем так, военные, они же олицетворяют больше старую власть, которая была там до оранжевого... Не соглашусь, не соглашусь. Они больше того, скажем, они против, скажем так, братья мусульмане, это тот же самый союзники Талибана, это союзники того, кто... Но, в отличие от Талибана и Хусейна, сейчас Саудовская Аравия, насколько я понимаю, поддерживает военных. А, нет, Саудовская Аравия, она неизвестна как вообще и где, то есть, смысл... Я к чему говорю? Братья мусульмане для меня странно замолчали, то есть, они не ответили на удар ударом, да. То есть, соответственно, возможно, мы видим, что в Сирии Запад откровенно поддерживал исламистов. Мы знаем, что исламисты и в Египте, и в Сирии, в принципе, они дружат, да. И, может, Запад сказал, что пока подержитесь, ну, потерпите, потому что сейчас нам не нужны, там, не нужна дорогая нефть. У нас в планах, допустим, пока вот сложилась такая ситуация, что в России у нас мы подошли к тому, что население очень много взяло кредитов, да. И, возможно, у нас начнется там падение, рост плохих долгов, невозвраты, да. Да, в последнее время все время перекредитованность. Вот, и, соответственно, скажем так, это наша слабость, по этой слабости можно ударить. Если в этот момент нефть будет дорогая, там, что-то взорвется на Ближнем Востоке, мы спокойненько эту волну пройдем, да. И, соответственно, если исходить из той позиции, что сейчас Запад, естественно, хочет, чтобы деньги, он хочет жить, он хочет, чтобы деньги шли в него. Если он вдарит Панаму, ну, не вдарит Панаму, а ему делать-то ничего не надо, ему надо держать дешевую нефть, возможно, чуть-чуть припустить ее. То есть экономика чуть-чуть будет замедла, в Китае в том же самом, да. Можно накошмарить, что вот Китай меньше стал потреблять нефть, и нефть идет вниз. А в Америке, возможно, скажем так, они будут опять баталии по своему бюджету воевать. Да, соответственно, в экономике-то ничего хорошего не предвидится, вот по моему мнению. Мы с учетом нашего общего объема долга, вот, скажем так, кредитования, мы можем упасть действительно вниз. Экономика действительно может повалиться, и фондовый рынок действительно могут еще очень хорошо, скажем так, уронить. Но общий уровень долга у нас к ВПМ даже минимальный. Ну, нет, нет, проблема-то не в том, что уровень долга, проблема в том, что настроение можно... Ну, это вопрос там нескольких дней. Это глобальная конкуренция, скажем так. Потом, с дешевой нефтью, вот, сейчас я вообще не склонен даже это рассматривать вверху, потому что... Так драматично уронить нефть, чтобы было страшно, это и Штатам не надо, потому что... А не нужно, не нужно. Нет, они уронят ее на какое-то время, это достаточно, чтобы у нас в стране раскачать лодку. Им это не надо, потому что все их вот проекты с энергетической независимостью, с выходом там в лидеры по экспорту нефти и газа, они базируются на том, что нефть все-таки будет достаточно дорогая, иначе все их проекты будут... Да нет, американцы могут и в убыток себе... Я вот думаю, что сланцевый газ им нужен, и почему они сейчас активно стали? Они понимают, что Средний Восток заполыхает рано или поздно. Причем заполыхает конкретно, и вот поставки там будут конкретно сбои. Они это прекрасно понимают. Учитывая твою точку зрения, они в этом непосредственно участие принимают? Они непосредственно, да, участие делают. Скажем так, когда там все заполыхает, к этому моменту они хотят быть самодостаточными. Ну, по энергоресурсам. Если посмотреть планы, они где-то к 20-му году, к 21-му, там, примерно к этому и придут. Да, они будут самодостаточные. Возможно, они будут даже до этого поставлять свой сланцевый газ за границу, в ту же самую Европу. А, конечно, в Азию. И тем самым они обрушат, скажем так, ну, как сланцевый газ пошел из США, как воспринимает рынок энергоресурсов, он пойдет вниз. Потому что экономика мировая, она замедляется, там, тот же Китай, например, а американцы еще тут начали энергоресурсы продавать за границу. Естественно, нефть уйдет вниз, может, она не будет 40 долларов, но она будет 70-60. И постоит там три года. Наши экономики, учитывая, что мы завязли в кредитах, этого хватит выше крыши. Потому что выйдет, ну, как, у нас половина работающих, четверть рабочих, да, работающих перекредитовано. Нефть будет дешевой, бюджет будет не справляться, экономика будет тормозиться, понимаете, да. И, соответственно, с нами можно будет в этот момент сделать все, что угодно. Ну, я не имею в виду, что нас захватят там, да. Я имею в виду, что можно захватить власть, можно скупить наши компании, можно взять контр-управление над нами. Впоследствии, скажем так, когда Средний Восток все же заполыхает, и поставки будут сбой, у американцев будут свои энергоресурсы, российские ресурсы, они будут более-менее контролировать. Ну, за счет вот нескольких лет, то, что они нас, скажем так, попрессуют, да. Вот, и возьмутся за Европу и за Китай. Китай без энергии, он, его экономика тормознется. Причем очень сильно, ну, они зависимы, так же, как и Европа. А американцы будут контролировать, они сами будут со своими ресурсами, они их развивают готовы 10 лет в убыток, потом они зато будут преимущество иметь по сравнению с другими. И они, грубо говоря, нас более-менее контролируют. То есть они не позволят, допустим, нам поставлять в Китай. Да, то есть в другом варианте, если мы сами себя контролируем, мы будем крутить, левой рукой будем краник в Китай крутить, правой рукой краник в Европу крутить, да. И на этом, как бы, играть между Европой и Китаем. Да, тем, и попутно, как бы, спасая, ну, как бы, эти две экономики, они будут зависимы. А в этой ситуации США будет краники крутить. И для Китая, и для Европы. Соответственно, они, таким образом, они на весь 21 век сохранят статус империи первой. Да, и все эти разговоры про то, что экономика Китая обгонится из США, они останутся разговорами. То есть это такой большой глобальный. Тут выгода имеет гораздо больший эффект, чем просто вот сланцевый газ невыгодно добывать. Да, невыгодно добывать. Это невыгодно тактически сейчас, но это может быть в глобальном масштабе очень выгодно. В стратегии, да. И Соединенные Штаты, похоже, вот эту карту пытаются разыграть. Если думать, считать, что действительно они сейчас будут разыгрывать эту карту, то я не думаю, что им выгодно, скажем так, чтобы нефть сейчас взлетела или инфляция пошла сейчас. Им даже выгодно, возможно, остановить этот КУЕ в 2014 году. Им можно даже обрушить свой бюджет, то есть не поднимать сильно потолок долго, действительно начать бюджетную консолидацию, примерно так же, как это начала Европа в свое время. Ну вот. Противоречим. Но тут как раз политическая целесообразность, на мой взгляд, она не даст делать таких резких шагов. Она вступает в конфликт. Я, извини, пожалуйста, тебя на секунду прерву. Очень замечательно, интересно, ты рассказываешь, глобальные такие взгляды на вещи стратегические. Я хочу добавить, а начинали ты мы всего лишь с обсуждения вчерашних протоколов, Федрис. Ну это да. А вот до чего договорились. Но с точки зрения именно глобального этого, то есть не сличено то, что Соединенные Штаты могут через какое-то время пойти действительно по пути европейскому, то есть затягивание поясов, действительно начать кардинально резать свой бюджет. Это все может привести к рецессии. Но рецессия, она, конечно, плоха, но, скажем так, в глобальном масштабе это будет выгодно. Вот я к этому склонюсь, потому что сюда же направлены как раз эти их меры по сворачиванию какой-то глобализации и по возврату производства в Штаты. Ну это да. Чтобы помочь там занять людей и смягчить этот удар. В этом случае все еще упадет и упадет очень глубоко. Ну а, кстати, пример Европы, да, по сворачиванию поясов, он актуален же, он очевиден. А Европа застигла дна. Нет, затягивает пояса, затягивает, а толку-то пока нет. Нет, толк есть. Европейская экономика показала плюс. Причем политика затягивания... Вот сегодняшние же цифры, смотри. Да, экономика затягивания, она же как бы работала, и тем не менее, европейская экономика смогла выбраться из рецессии. То есть это источник роста экономики. Рано начать говорить, что уже выбралась она. Выбирается. Нет, какой-то плюс она сделала, при том, что допинга нет. Ее урезают, а она смогла в плюс выйти. Это большой плюс для Европы. А Соединенные Штаты могут пойти то же самое, тогда все может рухнуть. Я не могу утверждать, что будет это именно так, к примеру. Как возможность сценария. Да, возможность сценария, поэтому не исключено, что может все еще обрушиться очень сильно и глубоко. Но инфляция... Но это дело не ближайших месяцев. Не ближайших месяцев, конечно. Но инфляция все же более вероятна, на мой взгляд. Такая большая, сильная инфляция. Для меня это более, скажем так, реалистичный сценарий, чем тот, который я только что описал. Спасибо, Миша. Миша сегодня отличился. Огромное спасибо, уважаемые слушатели, вам за внимание, вам, уважаемые гости, за то, что вы посетили нашу студию. Еще раз напомню, сегодня в гостях был Сергей Мурафер, начальник аналитического отдела, управляющий компанией Агана, и Михаил Федоров, аналитик Вектор Секьюрити. В общем, в поисках денег мы сегодня обсуждали ближайшие и отдаленные перспективы. Значит, спасибо еще раз, уважаемые слушатели, всего хорошего, спасибо, успехов на рынке.